Россия вовремя отреагировала на глобальную угрозу, отсюда и последствия пандемии намного мягче, чем в других странах. Так Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Причем это касается как медицины, так и экономических последствий. Падение ВВП в России минимальное среди европейских стран, 3,6% против 9% в Великобритании. Что же касается медицины, то именно российские ученые первыми разработали вакцину, которая сейчас уже применяется для формирования иммунного ответа, прежде всего среди добровольцев-медиков. За время прошедшей с весенней вспышки заболеваемости оборудованы сотни антиковидных центров. Существенно повысилась квалификация медицинских работников. На момент, когда пандемия началась, у нас врачей-то специалистов было совсем ничего. Понимаете, там 8300. А сейчас одних врачей 150 тысяч работает по этому направлению. А в целом медицинских работников было больше полумиллиона. 500, по-моему, 20-530 тысяч. Что произошло? Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала. Ввели доплаты для людей, работающих в красных зонах. Сейчас Россия входит в тройку мировых лидеров по проведению тестирования. Все это уже поставило отечественную медицину на новый уровень. А с начала года начинается еще и масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, отложенная из-за экстренных противоэпидемических мер. Сейчас важно смягчить удар, который был нанесен по экономике регионов. В частности, правительство принимает меры по стабилизации цен на продовольствие, ведь зачастую их повышение носит спекулятивный характер. Там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующие острые реакции. За последние шесть лет у нас рекордный урожай. И в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть даже и 134, там побольше может быть будет. Может быть до этого дойдет. А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати? Это первое. Второе – сахар. Министр мне что сказал? Для внутреннего потребления достаточно. И в то же время, как это достаточно, если на 75% рост цен произошел? Или по подсолнечному маслу на 17%. Что у нас, семечки нет? Достаточно тоже. Все дело в том, что производители больше стали ориентироваться на мировой рынок, где цены растут. Чтобы не допустить резких скачков, подписывают у соглашений с производителями и торговыми сетями. При этом важно избежать излишнего административного давления, а использовать рыночные механизмы. Президент, каждый раз обращаясь к людям, говорит о том, что их мнение очень важно. Их мнение очень важно для принятия как решений по стратегическому развитию страны, так и по вопросам, которые позволяют обеспечить развитие конкретной территории, конкретного населенного пункта. И все же, несмотря на сложности, в уходящем году удалось многого добиться благодаря национальным проектам. Кроме того, 2020-й стал для страны переломным. Россияне поддержали конституционную реформу. Изменения, которые на много лет вперед будут определять стабильность и территориальную целостность государства. Олег Зверев, События.